Слышите? Слышите? Это металл. Это настоящая сталь. Это сталь. Печатаем металл. Видите? Печать металла. Мы взяли чистенькое титановое сопло, поставили его. Взяли самый мощный адгезив, который у нас есть. Сопло зарядили, адгезив намазали, температурку врубил и зарядили на печать это все дело. И сидим смотрим. Все просто получается. Вот я понимаю, пластик от мирового нефтехимического лидера, да? Но если вы обратите внимание на хронометраж, то еще совсем не конец. Оказалось, не все так просто. Давайте разбираться. Всем привет! Меня зовут Артем Соломников, а это аддитивный ликбез. Ролики, в которых я делюсь различного рода полезной информацией, провожу эксперименты, снимаю обзоры, рассказываю вам про материалы и про 3D принтеры. Информация достаточно максимально субъективная. На истину она совершенно не претендует. Проверяйте все сами и приятного вам просмотра! Вы должны знать, что на FDM рынке стали появляться совершенно новые металлонаполненные полимеры. Да-да-да, об этих материалах я уже вам рассказывал не один раз, и многие компании анонсируют возможность печатать такими материалами. Недавно мы решили тоже войти в это активное движение и попробовать попечатать этими композитными полимерами. Но не просто попробовать попечатать, а действительно разобраться абсолютно во всем процессе. Какие есть подводные камни у этой технологии и насколько эта технология действительно перспективна. А также насколько она проста для того, чтобы ее просто взять и начать использовать. Итак, сегодня речь пойдет про металлонаполненные полимеры от компании BASF. В действительности нам пришлось испытать некоторые сложности пройти огонь, воду и медные, а точнее стальные трубы для того, чтобы создать этот горячий контент. И поэтому, если вам не жалко, то обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, если вы еще этого до сих пор не сделали. Дерните за колокольчик, чтобы он периодически уведомлял вас о выходе нового видео. И поделитесь этим видео в своих социальных сетях, чтобы все ваши друзья и коллеги 3D-печатники знали о возможности печати металлонаполненным полимером на FDM 3D принтерах. И самое важное, почему это стоит сделать? Потому что мы первые, а точнее это первый русскоязычный видеообзор эксперимента по печати металлонаполненным полимером от компании BASF. Бам! Для начала давайте все-таки поймем, что это за металлонаполненный композит. Потому что не все из вас до этого момента вообще понимали, о чем я говорю. Есть компания BASF, это мировой лидер химической отрасли. И у него есть вот такая вот линейка материалов для FDM 3D-печати, которая называется UltraFuse. Они достаточно давно занимаются производством различного рода полимеров для FDM 3D-печати, но в 2019 году они вошли на рынок с предложением металлонаполненных полимеров. Тогда эта тема только начинала проявляться, так сказать, в информационном аддитивном пространстве, но именно в этом году она стала прям очень сильно активно развиваться. Чему мы с вами могли быть свидетелями в связи с часто выходящими новостями о том, что тот или иной производитель печатает этим материалом и делает, изготавливает металлические изделия. Компания BCN 3D анонсировала специальный металл-пак для печати металлами на их FFF-принтер. Компания RISE представила целый комплекс для возможности печати металлонаполненными полимерами от компании BASF. Материалы, которые являются металлонаполненными, это UltraFuse 316L и UltraFuse 174PH. Принцип у них один. Это термопластичное связующее вещество, в состав которого входит примерно 90% высокоочищенных металлических частиц. Отличие этих материалов друг от друга состоит в самих частицах, в этих порошинках, назовем их так. 316L это по сути простая нержавейка, но рассказать про него более подробно я, к сожалению, не смогу, потому что даже в самом даташите на этот материал ничего толком не указано. Что касается 174PH, это хромомедная мартенситная сталь, закаленная храбрости и воинов, закаленная осаждением. Металлурги нас поймут. Эту сталь, ее возможно термообрабатывать, за счет чего повышать ее прочность и твердость. Если верить производителю, то этот материал, 174PH, может сохранять свою механическую и коррозионную стойкость при температурах до 315 градусов, что делает его возможным для применения в аэрокосмической, нефтехимической, автомобильной и медицинских промышленностях. Что касается характеристик, ну, плотность 7850 кг на метр кубический, что, собственно говоря, соответствует плотности нержавеющей стали, ну, скажем так, средней плотности. Выпускается в диаметре 1,75 мм и 2,85 мм, собственно, двух стандартов. А вот вес действительно заслужит отдельного внимания, потому что катушка весит непривычный нам 750 грамм, полкилограмма или килограмм. Она весит 3 килограмма. И, наверное, это неудивительно, потому что, ну, в полимере очень много находится металла. Что касается стоимости, то, естественно, материал не из дешевых. 316L и 174PH стоят одинаково 360 евро за катушку. Нам этот материал обошелся примерно в 30 тысяч рублей, с учетом того, что мы покупали его в августе, пока евро еще не так сильно взлетел. А или он сейчас еще и не взлетал. В общем, актуальную цену, я думаю, можете вы сами узнать в российском представительстве БАСТ, потому что мы купили его именно там, чему я, кстати говоря, был несколько удивлен. Я думал, что нам придется заказывать его из-за границы или, в принципе, возникнут какие-то сложности с приобретением. Но, как вы знаете из наших выпусков новостей, компания БАСТ открыла российское представительство для того, чтобы продвигать свои аддитивные продукты на российском рынке. И за счет этого купить этот материал оказалось очень простой задачей. Этими материалами, что интересно, можно печатать на любом настольном FDM 3D принтере. Безусловно, на качество получаемого изделия будет влиять состояние самого 3D принтера, ну и, собственно говоря, его происхождение. А также то, насколько он хорошо, в принципе, справляется с обычными FDM материалами. Если сравнивать печать этим материалом с другими FDM материалами, то, наверное, можно соотнести его по уровню сложности или простоты с печатью ABS пластика. Для которого, как и для ABS, так и для металлонаполненного UltraFuse материала, желательно требуется закрытый объем камеры для того, чтобы лишние потоки воздуха не влияли на печатаемую деталь. И, наверное, даже бы лучше подошел подогрев камеры, но в случае с UltraFuse это необязательное требование. Мы же печатали этим материалом на 3D принтере Hercules G2, где у нас есть закрытая камера и достаточно хороший подогрев стола, экструдера, поэтому у нас проблем с деформацией не возникло. Но если вы будете этим материалом баловаться на каком-то открытом принтере, на Эндере, например, то вам 100% потребуется его немножечко оградить от лишних потоков воздуха. Этим материалом возможно печатать на экструдере типа и Direct и Bowden, просто потому что у материала нескользящая поверхность, поэтому это позволяет ему работать достаточно удобно с любым типом экструдера. И что интересно, 2 года назад этого нету в сценарии, но я об этом скажу. Когда этот материал только впервые был анонсирован на форум Next, к чему, к моему, точнее, сожалению, несмотря на то, что мы делали видео обзор форум Next, я этот кусок даже не заснял, потому что для меня, в общем-то, на тот период времени было вообще непонятно, что это такое, с чем это едят и насколько это будет доступно. Поэтому у меня нет видео каких-то подтверждений тому, что это было, но вы можете просто поверить, что когда я трогал этот филамент, сам филамент 2 года назад, его невозможно было никак даже согнуть чуть-чуть. Он был очень ломким и его, он был очень хрупким, но это неудивительно, потому что там, нифига себе, сколько металла, да? Когда этот материал пришел к нам, я его первым делом распаковал, и мне было интересно посмотреть на сам филамент, что он из себя представляет. И я очень сильно удивился, когда я смог этот филамент, этот пруток намотать на палец, и он вообще не сломался. Это удивительно, насколько сильно и хорошо компания поработала над этим материалом, и она его улучшила. И возможно, возможно, это и является той причиной, почему многие стали активно про него говорить, активно его использовать. Просто потому, что он стал более возможным для нормальной печати. Но, если вы смотрели наш видеообзор Formnext 2021, который вышел пару недель назад, то мы напоказывали компанию, которая печатает с помощью ротационного экструдера другим металлонаполненным полимером, который достаточно ломкий, но просто потому что там больше металла. Но это совсем другая история, насладитесь ей по ссылочке вот здесь, это видеообзор выставки Formnext 2021. Ну, а мы едем дальше. Получается, что по сути эти материалы можно напечатать на любом настольном FDM 3D принтере. Но возникает вопрос, а как же все-таки получить стопроцентную металлическую деталь после печати? Ведь мы же печатаем филаментом, а не металлом. Все просто и одновременно непросто. По сути, для того, чтобы получить металлическое изделие, нам нужно пройти три этапа. Первый этап – это печать непосредственно этим полимером. И по итогу печати мы получаем зеленую деталь. Она так и называется – Green Pad. После этого эту зеленую деталь нам нужно для нее обеспечить процесс дебандинга. Дебандинг – это вообще слово, которое на русский язык прямо непереводимо. Но означает оно удаление связующего вещества, по итогу которого мы получаем коричневую деталь. Далее мы берем эту коричневую деталь и совершаем третий процесс, который называется спекание. И после этого мы уже получаем готовую белую металлическую деталь. То есть, все нюансы возникают как раз таки не на этапе печати, а на последующих двух этапах. И сейчас я расскажу о них чуточку подробнее. Дебандинг – это удаление связующих веществ, необходимых для обеспечения процесса печати. Каталитическое удаление связующего – это термохимический процесс, при котором зеленые детали подвергаются воздействию паров азотной кислоты в атмосфере азота и нагреваются. Он удаляет связующий материал очень быстро по сравнению с другими методами связывания – 1-2 мм в час на каждую внешнюю сторону поверхности. Чем толще деталь, тем больше времени требуется для удаления связующего. После удаления связующего материала на основе полимера, деталь называется коричневой и готова к затвердеванию в полностью металлическую деталь путем спекания. Коричневые детали относительно пористые и требуют спекания для получения твердого плотного материала. Спекание соединяет частицы металла коричневой детали в твердую массу и проводится при давлении и температуре ниже температуры плавления материала для сохранения формы детали. Спекание в атмосфере чистого водорода или аргона позволяет получить готовые детали из нержавеющей стали с почти полной плотностью. Направление параметра печати оказывает большое влияние на величину усадки. При печати свесов или других горизонтальных конструкций, как и при печати любой детали методом FDM, требуется поддержки. В отличие от типичного FDM, металлические компоненты UltraFuse требуют увеличенных опорных конструкций для обеспечения структурной целостности в течение всего процесса спекания. Вследствие перехода от пористой коричневой детали к плотному белому состоянию, размеры детали уменьшаются. Такое уменьшение размеров обычно называется усадкой, его необходимо учитывать на этапе проектирования. Собственно, давайте уже наконец-то мы проведем сам эксперимент и получим наконец-то эти металлические детали. И вот с этого места прошло 5 месяцев этого эксперимента, которые и позволили нам получить эти детали. Считайте, что эту фразу я сказал в августе, а сейчас у нас начало декабря. А, 4 месяца, пардон. Ну и, естественно, мы начали с первого этапа, то есть печать этим филаментом. Мы начали печатать эти детали, естественно. Условия, которые необходимо было обеспечить при печати этим материалом. Ну, во-первых, самых главных, обязательно использование нового чистого сопла. Любой остаточный материал в сопле может быть опасен как для печатных деталей, так и для последующего оборудования дебандинга и спекания, используемого для получения цельнометаллических деталей. Сопло желательно использовать из закаленной стали, либо титана, как в случае с нашим Геркулес G2, так как материал очень абразивен, и это приводит к повышенному износу сопла. Также важно использовать надежный адгезив. Что касается требований к геометрии моделей, то они есть, и очень большое количество ограничений и условий, критериев, они все указаны в паспорте этого материала на сайте производителя. Давайте рассмотрим некоторые из них. Соотношение высоты и ширины менее 3 к 1 рекомендуется для предотвращения разрушения или деформации во время постобработки. Также необходимо обеспечить плоское дно у детальки для уменьшения возможного наклона, который может привести к деформации детали. Но при соотношении высоты и ширины 8 к 1 и на висающей секции возникают большие искажения. Соотношение высоты и ширины безопорной стенки выше 6 к 1 могут привести к образованию трещин, а также даже к разрушению деталей. Для печати нависающих элементов рекомендуется использовать опоры с углами нависания менее 45 градусов. При постобработке металлической детали ультрафьюз требуется повышенное количество опор, они же наши любимые поддержки, чтобы минимизировать вероятность разрушения или деформации детали. Поддерживающие конструкции дают наибольший эффект, когда они создаются с полной плотностью. Также производитель дает достаточно подробные рекомендации по настройкам в слайсере. Ну и давайте посмотрим, что же мы в итоге печатали. Конечно же, конечно же, мы напечатали лопатки. На чем же еще можно проверить механические свойства? Мы напечатали по 6 штук лопаток горизонтальной ориентации XY и по 6 штук для вертикальной ориентации XZ для каждого материала. То есть, по сути, у нас появилось 12 образцов для 316L и 174PH. Также мы напечатали тестовые модели для отработки режимов дебандинга и спекания. Параллелепипеды габаритными размерами 35х35х15 мм, 30х20х15 мм, 30х30х5 мм, 30х20х10 мм и 174PH и 2 кубика со стороной 20 мм из 316L. Как я уже говорил ранее, проводили мы эксперимент, а точнее мы печатали на нашем 3D принтере Hercules G2, потому что он отлично подходит для печати композитными материалами за счет того, что у него цельнометаллический и высокотемпературный экструдер. И вообще, по моему независимому мнению, я считаю, что это самый лучший 3D принтер на Земле. И если вы до сих пор не посмотрели обзор на этого красавчика, то вот здесь вот ссылочка после просмотра этого видео. Обязательно кликайте туда и смотрите на этого 3D принтера вблизи. Мы взяли чистенькое титановое сопло на нашего красавца Hercules G2, поставили его. Взяли самый мощный адгезив, который у нас есть. То есть, это адгезив, наноадгезив, мы его покупали в компании VisionMiner. Этот адгезив в России не продается. И мы просто так как печатали на нем ультемом, пиком и еще какими-то такими сложными материалами, которых полиамидом, кстати, тоже, да, он для них очень хорошо подходит. А так как в даташите к ультрафьюзу было написано, что нужен нормальный такой адгезив, поэтому мы подумали, ну, наверное, ELI слабоват будет все-таки для этого подвига, да. А вот наноадгезив будет прям вполне подходить. Ценник, кстати, у этого наноадгезива вообще не слабый. По-моему, он стоит, в общем, цена вот здесь будет написана, сколько он стоит, потому что я не помню, но достаточно уверенная у него такая цена. Американская в долларах. И вот, значит, сопло зарядили, адгезив намазали и зарядили на печать это все дело. И сидим, смотрим. И ничего не происходит. В смысле, ничего плохого не происходит. Все просто получается. То есть печать идет. То есть это вам не ПА-66ГФ-30 какой-нибудь, да, который можно неделю сушить и все равно им не напечатать. Тут вообще все просто. Просто идет печать, просто не возникает никаких особенностей, просто все хорошо. Вот я понимаю, пластик от мирового нефтехимического лидера, да? Но, конечно же, у нас это получилось, потому что мы следовали всем рекомендациям, которые были указаны в описании к этому материалу. Ну, то есть сделай по инструкции, и у тебя все получится. Что еще можно сказать по поводу печати этим материалом? Ну, из штатного места, где располагалась катушка, трехкилограммовая, материал протягивался вполне уверенно. Но это, скорее, связано все-таки с кайфовым 3D принтером. Вот, особых проблем не возникало. Материал, конечно, очень структурный. Он не размазывается, как другие материалы по столу. Прям очень хорошо выделяются слои при печати, их очень хорошо видно. То есть отличие этого материала от обычных полимеров, оно очень хорошо замечается. Заметно. Оно очень хорошо заметно. Единственное, чего в описании к этому материалу не было, это какие-то рекомендации по потоку. И у нас в процессе печати наблюдалась определенная недоэкструзия, и поэтому поток пришлось увеличивать до 120%. Для того, чтобы детали как бы спеклись хорошо. Иначе они там, периметры, просто даже не могли сильно между собой соприкоснуться. Ну и, конечно же, не могу не отметить, насколько интересным оказалось держать в руках вроде бы пластиковый кубик, обычный, со сторонами 20 на 20 на 20, но при этом который по весу очень тяжелый. То есть вот этот кубик весит 28,6 граммов. В сравнении с обычным пластиковым кубиком, который весит, наверное, грамм 5-10. И это очень интересное ощущение, понимать, что ты, по сути, напечатал металлическую деталь. Которая пока еще не металлическая, но, тем не менее, ты чувствуешь, что она прям не такая, как все, что ты печатал до этого. Прям совершенно не такая. И это очень круто. Неужели мы дожили до того времени, что теперь на вопрос, а когда же вы будете уже печатать металлом? Мы будем отвечать, а мы уже печатаем металлом. И показывать этот кубик. Это просто в топ вопросов. Нет, это просто в топ вопросов, которые задают всем 3D-печатникам. Вот у нас там было оружие, органы, дома. И теперь четвертый вопрос. Или пятый, я уже не помню. Типа, а когда начнете печатать металлом? Уже начали, детка. Погнали. Далее мы переходим к этапу дебандинга. А где нам совершить дебандинг? Так, вопрос. Ну да, у нас в офисе, в общем-то, нету дебандирующего оборудования, к которому относится специальная печь, которая называется ретортная печь. Спорим на 10 рублей, что вы не знали до этого, что существует некая ретортная печь, да? В общем, это специальная печь, в которой и необходимо производить удаление связующего вещества. Изначально я, я, ну я гуманитарий. Хотя, на самом деле, нет. Но, в общем, я думал, что дебандить можно, типа, в обычной печи. То есть, температурку врубил, там полимер такой вытек, ты получил металлическое изделие и пошел, типа, с ним дальше, да? А оказалось, не все так просто. В общем, хуже всего, хуже всего, эту печь, ее невозможно найти, вот так вот просто. То есть, нельзя вбить услугу, типа, отретортить в Россию. Ретортная печь Россия, там, да? Отретортить в Россию, или там, дебандировать металлическую деталь, напечатанную на FDM-TD принтере, да? Купить. То есть, так не работает. Нельзя найти эту услугу. И даже несмотря на то, что мы обратились к дистрибьютору того оборудования, той печи, которую рекомендует БАСФ, мы не смогли все равно у них, как-то они не смогли нам помочь, потому что у них, в общем, они не предоставляют эту услугу. Поэтому это оказалось проблемой. Мы уже начали, уже сели и начали грустить, плакать и лить слезы. Но, чудо, вы, наверное, даже немножко не поверите, в итоге, как мы смогли решить этот вопрос. Кроме того, что мы обращались в разные места, но все это так или иначе состыковывалось друг с другом, просто потому что люди в аддитивной отрасли, они, ну, это достаточно узкая тематика, так или иначе, поэтому все друг к другу знакомы. Получались достаточно курьезные моменты, но не суть. Главное то, что в итоге мы нашли. Мы нашли место, где мы смогли в итоге отдебандить нашу зеленую деталь. И удивление, на удивление, это оказалось предприятие госкорпорации Росатом. В общем-то, вот так вот просто оказалось. То есть это не где-то в гараже у дяди Васи, да, типа стоит ретортная печь, и он такой, типа, за бутылочку там или за 5000 рублей такой нам отдебандил, да. Ребята, всем привет. Решил новое направление попробовать. Нет, это предприятие Росатома. Предприятие Росатома, федеральный научно-производственный центр, производственное объединение, старт имени МВ Проценко. За что им огромнейшее спасибо и благодарность. Да. Теперь попроще своими словами, что такое дебандинг. Оно же удаление связующего, оно же удаление присадок, оно же что-нибудь другое, вообще не особо переводимое, но значащее вот именно это. В целом, наша задача заключается в том, чтобы удалить это связующее вещество, которым является полиацеталь. Полиацеталь более известна как пом. Вы любите из него печатать всякие трущиеся элементы, но это очень сложный материал для 3D-печати, но вообще-то это к делу не сильно относится. Так вот, этот полиацеталь, он удаляется каталитическим разложением под воздействием азотной кислоты. И далее он, соответственно, выносится из ретортной печи, выносится из печи азотом, газом-носителем. И все вот эти токсичные газы, которые образуются при этом каталитическом разложении этого полиацеталя, они все сгорают в факеле. Соответственно, как бы все это мероприятие, оно достаточно небезопасное в плане того, что не надо ставить ретортную печь дома и повторять этот эксперимент. Все это должно находиться подорганизовано со всеми мерами безопасности, с вытяжками или со всякими остальными устройствами, потому что это вообще не домашняя технология от слова совсем. хотя есть другой способ удаления связующих веществ, про который как раз-таки говорила компания Райс в анонсе. Мы про это в последних новостях говорили. Но я не знаком, у нас нет опыта взаимодействия с таким процессом, поэтому я ничего не могу сказать. Вот конкретно если мы говорим про дебандинг, удаление в азотной среде, то это происходит вот именно так. И для этого как раз-таки необходима ретортная печь. Просто вот этот момент объяснения как раз-таки и говорит о том, насколько отличается, что вообще в принципе необходимо для того, чтобы как бы совершить вот этот переход от этапа изначально напечатанной детали до этапа металла, он по сути самый ключевой, как мне кажется, потому что многие, в том числе говорю, как и я, думают, что по сути для этого может подойти там типа любая печь какая-то, да. Это оказалось совсем не так. В общем, если вы хотите поподробнее узнать, что такое печь с ретортой, загуглите. А мы едем дальше. Ну и собственно говоря, что у нас получилось? Как вы можете заметить, детали не сильно изменились после процесса дебандинга. В общем-то, они такие же красивенькие, такие же ровненькие, такие же привлекательные, просто они чуть-чуть поменяли, как будто бы поменяли цвет. Едем дальше. Ну, значит, после того, как мы отдебандили наши детальки, нам необходимо их запечь. Прям как пироги у бабушки. Но на самом деле температурка здесь была повыше, и в принципе все это представляло некий многоступенчатый процесс. Во-первых, спекание происходило в среде сухого водорода, в специальной печи J16, вот, постепенными, значит, этапами. А конкретно, образцы из 316 цель мы спекали при температуре 1380 градусов, время выдержки 180 минут, 3 часа. Образцы из 174 PH спекались при температуре 1345 градусов, время выдержки также 180 минут. Скорость нагрева 5 кельвинов в минуту, и также при нагреве от комнатной температуры до 600 градусов образцы выдерживали 1 час. И после этого процесса что у нас получилось? Дальше у нас необходимо немножко провести металлургические все эти манипуляции, так как мы уже с вами работаем не с какой-то напечатанной деталью, мы с вами вообще-то работаем со сталью, поэтому необходимо произвести небольшую термическую обработку, собственно говоря, закалить и отпустить. Ну вы помните, да, это диаграмма железо-углерод. Железо-углерод. Значит у кого-то было в школе, ой в какой-то школе в этом, в общем где-то где-то у кого-то возможно это было, да. Что касается образцов из 316, значит закалка в камерной печи при температуре 1050 градусов со следующим охлаждением в воздухе. Для образцов из 174 pH была произведена закалка с температурой 1070 градусов в масло с последующим отпуском при температуре 480 градусов в течение 120 минут. Если кто-нибудь из вас напишет, что мне написали текст, я его просто читаю ничего не понимаю, я вас найду и побью. Я на тебя смотрю. Вот ты сейчас хотел написать этот комментарий, не надо, остановись лучше. Ну что, что, наконец-то, наконец-то вы все дождались и мы тоже. Как мы ждали эти детали. Ну просто это предприятие оно находится не в Москве, оно находится в Пензенской области и мы так ждали, когда же мы наконец-то получим эти детали для того, чтобы подержать их в руке, для того, чтобы пощупать, для того, чтобы насладиться этим прекраснейшим моментом, когда мы смогли получить через такой тернистый путь детали, напечатанные на обычном FDM 3D принтере, супернеобычным постпроцессом, в итоге получить металлический деталь. Я вам хочу сказать, что они прекрасны. Наконец-то мы этого дождались. Самое, что интересно, все это время, все эти счастливые минуты, что вы смотрели ролик до этого момента, все это время они были в кадре, вы просто их не видели. Вот они, эти красивые, металлические, прекраснейшие изделия. Слышите? Слышите? Это металл, это настоящая сталь, это сталь. не верится. Будущее уже наступило, представляете? Зачем нам теперь этот SLM? SLM, печать, металлы, порошки, все эти требования к безопасности, все эти здоровые бандуры. купили какой-нибудь 3D принтер, там, Геркулес, ну, или Эндер, в конце концов, да, и все, и печатаем металл, видите? Да, есть небольшие сложности в постпроцессе. Подумаешь, найти предприятие, у которого есть ретортная печь, это все ерунда, потому что вот, печать металла. И, в общем-то, на этом ролик можно было бы закончить, но если вы обратите внимание на хронометраж, то еще совсем не конец. А все потому, что, как и везде, есть определенные нюансы. Да, представляете, я смог сломать стальную лопатку. Я очень сильный. Все потому, что мы делаем 3D принтеры Геркулес. Да? Давайте разбираться. При каталитическом удалении связующего, то есть при дебандинге, лопатки в основном расслоились, причем с разным характером растрескивания. Что удивительно, образцы из 17-4PH сохранились лучше, и видимых дефектов не наблюдается. Именно их я и показывал в начале. Попались! При спекании все эти растресканные лопатки еще сильнее не деформировались, но, разумеется, остались с этими всяческими разломами и дефектами. Но, несмотря на вот это все произошло, что же теперь отменять испытания? Ну, на самом деле, конечно же, нет, потому что все это эксперимент, и поэтому будем его, тем не менее, все равно продолжать. Продолжать проводить разные экспериментики. Не переключайтесь. Ну, начнем мы, конечно же, с того, что порвем эти лопатки. на специальной разрывной машине мы проведем испытание на разрыв. Для этого мы отберем самые лучшие образцы с наименьшим количеством различных дефектов и по ним уже посмотрим, какие у нас значения у нас получатся. Потому что у нас есть значения, которые мы можем сравнить указан в дата-шите и значения, которые получатся у нас. Соответственно, мы сможем сделать из этого, я думаю, какой-нибудь вывод. Но это не точно. Еще хотел бы обратить внимание вот на какой момент. Как вы видите, вот конкретно эта лопатка порвалась как-то через одно место непонятно. То есть, она просто разлетелась, у нее просто периметры разошлись. И, возможно, как раз таки это произошло из-за того, что мы в самом начале при печати немножко не обратили внимания на тот факт, что в описании было указано, в описании материала, к материалу было написано, что типа нельзя печатать этим материалом с большим количеством периметров. Вот. Ну, просто мы не обратили внимания на это, не придали это сильно большое значение, а оказалось то, что это по всей видимости очень существенно. Понятное дело, что реальные детали, они могут и не состоять из периметров. Но вот как напечатать лопатки непериметрами и при этом проверить их на разрыв, для нас все еще остается загадкой, потому что лопатки, кроме как периметрами, и как бы и не печатают. Мы ведь меряем их на разрыв, соответственно, ну, вдоль, да, линий. Поэтому это вопрос, на который нам предстоит найти ответ в будущих наших экспериментах по этому материалу. Давайте взглянем на результаты предела прочности и относительного удлинения. И вот в этот момент, когда ты смотришь на цифры, вся улыбка у тебя сразу же уходит. И без слез на эти цифры ты не взглянешь. Они совершенно не сопоставимы с теми результатами, которые заявляет непосредственно производитель этого материала. Для примера, материал 17.4PH, у которого заявлено предел прочности 880 мегапаскалей по печати повдоль, у нас получилось 338. 338, а не 880. Это почти в три раза меньше, чем должно было быть. Что касается остальных показателей, то они вообще очень далеки от того, что должно было получиться. Собственно говоря, и теперь и вам, и мне, ну, мне это понятно, теперь вам становится чуть более понятным, почему я смог сломать стальную деталь. Наверное, она оказалась просто недостаточно качественной с точки зрения того, что должно было в принципе получиться. Но это на самом деле не очень понятно, в общем-очень много вопросов еще пока есть. Так как это металл, в принципе, почему бы не измерить у него твердость? Твердость мы определяли в соответствии с ГОСТ-2999-75 на твердомере Wear SD-251 при нагрузке 5 килограммов. Метод определения твердости по Виккерсу основан на исследовании зависимости глубины проникновения алмазного конуса в исследуемый материал от величины усилия. После снятия усилия на поверхности образца остается отпечаток в соответствующей глубине погружения индентера. Ввиду того, что геометрические размеры индентера известны и строго регламентированы, в месте глубины погружения определяет площадь отпечатка в поверхностном слое испытуемого материала. Результаты определенных средних значений твердости вы можете видеть сейчас на ваших экранах где-то вот здесь, где захочет их разместить наш Александр Монтажер. Что тут можно сказать? Твердость довольно низкая, особенно для 17,4PH, так как она вообще хромомедная, мартенситная с суперсвойствами и твердого должна быть как минимум вдвое больше. Что касается усадки, мы не будем здесь говорить про усадку то, как вы ее и мы ее все обычно понимаем. То есть мы напечатали и деталь усела. Потому что, поверьте, в данном случае это вообще не важно. Самое интересное происходит при постпроцессе, а точнее по итогу испекания. Так вот, в процессе испекания усадка зависит от того, как частицы начинают друг с другом взаимодействовать. по оси Z усадка больше ввиду того, что печать идет слоями как раз вдоль этой оси. И составляет она по цифрам Басва 20% по оси Z. Что касается осей X и Y, то по этим осям усадка составляет 16%. Соответственно, необходимо учитывать этот параметр, и для чего Басв дает коэффициенты для масштабирования деталей, чтобы в итоге мы получили то, что нам нужно. Ну, и естественно, мы должны были проверить усадку непосредственно на наших деталях, которые у нас получились. И так как мы кубики и параллельно граммчики эти мы никак над ними не издевались, не рвали, не ломали их, то мы по ним смогли размеры их снять. И интересный момент заключается в том, что на лопатках у нас усадка по сути по всем трем осям составила 15%, в среднем. А вот на кубиках и параллелограммчиках там по X и Y усадка у нас 15%, а вот по Z уже 17%. И я так думаю, что геометрия она очень сильно влияет на эти значения. Естественно, так как это металл, то есть смысл проверить его на корзионную стойкость. Мы это сделали по методу весового определения. Помещается изделие в азотную кислоту в пропорции с 1 к 1 с дистиллированной водой. И далее эта вся субстанция доходит до кипения и выдерживается там 24 часа. По результатам мы имеем следующее. Результаты потери массы после азотной кислоты. 17,4 PH. На фото они более темные образцы. Масса до выдержки 23,03 грамма, а масса после выдержки 23,0 15. Потеря массы составила 0,065%. 316L это более светлые образцы. До выдержки масса составляла 22,415 грамм. После выдержки 22,005. Потеря массы составила 1,8%. Выводы. Выводы сделать невозможно. Потому что это наш первый эксперимент, который мы проводили по печати металлонаполненным полимером. Даже те данные, которые мы получили, нельзя каким-то образом прокомментировать однозначно. Нельзя сказать, что это недоработанная технология, или недоработанный материал, или мы что-то сделали не так. Скорее всего, все вместе. Возможно. А возможно и в большей степени вопрос к технологии и к тому, что мы что-то сделали не так. В любом случае, это не easy to use технология, пока еще для нас в этом эксперименте оказалась. Этот эксперимент наводит на определенные гипотезы, какие-то умозаключения, которые необходимо будет произвести еще позже, как-то с этой информацией поработать и поразмышлять. что необходимо будет исправить и на что следует обратить внимание для того, чтобы все-таки получить достойный результат. Необходимо разобраться в режимах печати все-таки, разобраться в постпроцессе, возможно, невозможно, а точно провести какие-то консультации с технологами компании Басф, потому что ранее мы с ними не общались на эту тему. Басф, свяжитесь со мной. Безусловно, это очень перспективно, это очень интересно, это очень перспективно, но это пока сложновато для простого пользователя. в Европе они очень любят использовать это словосочетание easy to use. Они это говорят про принтеры, они это говорят про материалы, и пока про эту технологию я лично не могу сказать, что она easy to use. Возможно, компания Басф со мной не согласится, Басф, свяжитесь со мной уже наконец-то. И мы все видели образцы, которые я вам показывал с Formnext 2021 на стенде у компании Rise, на стенде у компании BCN3D, на стенде у компании Markforge и на стенде других компаний, которые занимаются печатью металлонаполненным полимером, который это продвигает у себя. Мы все видели, какие красивые и блестящие у них образцы. И это, конечно, вопрос, каким образом они смогли это получить. Мы дальше будем работать над этим, с этим материалом. И мы, можно сказать, сейчас открываем рубрику по работе над металлонаполненным полимером на нашем YouTube-канале. Дальше будут выходить ролики, посвященные этому эксперименту. Мы будем добиваться, во-первых, успеха. Во-вторых, мы хотим сравнить рентабельность всего этого процесса с печатью классической технологии печати металла, технологии печати SLM. Сравнить по деньгам, по экономической целесообразности, по другим нюансам, по простоте и так далее. То есть, посчитать всю экономику. Ну и, конечно же, мы хотим опечатать, что это действительно металлическое, действительно прикладное, для того, чтобы пустить это в дело и посмотреть, как это будет работать. В общем, это отличный повод, я считаю, подписаться на наш канал и следить и ждать выхода этих прекраснейших роликов на эту тему. Поэтому, что ж, друзья, спасибо, огромнейшая благодарность, что досмотрели этот ролик до конца, поставили ему лайк, написали комментарии. Вот, кстати говоря, напишите комментарии, что бы вы печатали из этого материала, при условии того, чтобы это была easy-to-use технология. Вот, представьте, что у вас есть возможность заказать не 3D-печать обычного пластика, да, как это сейчас все студии оказывают, а представьте, что мы даем вам возможность заказать у нас изделия из металла по такой технологии. Цена не важна, доступная, скажем так, все можно, доступная цена, мы точно вам все сделаем, допустим, мы уже разобрались с этой технологией. И вот представьте, что бы вы заказывали тогда, основываясь на свой опыт понимания того, как вы используете 3D-печать или как бы вы хотели в принципе ее использовать. Что бы вы хотели печатать из этого материала, то есть, какое применение, потому что это на самом деле тоже вопрос, типа, а что печатать из этого, да, материала. В общем, пишите в комментариях, спасибо, что досмотрели ролик до конца, вступайте в телеграм-чат Аддитивная кухня по ссылке в описании, и с вами был Артем Соломников и канал Аддитивная кухня, здесь мы печатаем металлом на наших крутых 3D-принтерах. Всем удачной печати и металлическая вам пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok